Привет, друзья! В пятницу я начал ставить в Бэтфайре. К этому я пришёл не к началу сентября, а раньше. Планировал только к началу сентября. Порадовался, что вернулся на любимый сайт, но, к сожалению, я стал делать абсолютно то же самое, чего делать не стоило, чего я делал и в марафоне. Только в марафоне я вынужден был смиряться с потерей всей суммы, которую я поставил, и переставлять, и подчас не раз. А здесь я имел возможность просто забирать текущий минус промежуточный, пытаться возвращать его, что было тоже довольно глупо. Несколько раз я ставил и на маленькие коэффициенты, когда команда, которая была явным фаворитом, вдруг пропускала нелепый гол. Я тоже выходил с минусом, пытался это отыгрывать. До поры до времени это срабатывало, но вечером уже в субботу я пожалел, что поставил 4 доллара на победу Рио Аве в португальском чемпионате, когда счет стал 1-1. Я подумал, что все-таки Боависта намного сильнее, поставил, что она не проиграет уже за не слишком высокий коэффициент. В итоге она проиграла, причем не забила пенальти на 95-й минуте. Ну, там уже дело техники было слить оставшиеся. В общем, к сожалению, не принес мне позитива этот первый старт в Бэтфайре. Это не повод расстраиваться, это повод просто задуматься, что вообще нужно сделать по-другому. Естественно, если у меня был баланс больше, я мог бы ставить и ставки против, с большим запасом, с большими рисками, но уверенно. Ну, например, что вчера Спартак, там, скажем, не выиграет, забив 4 мяча. Ну, совершенно очевидно, это было по игре. Один-то забили, в общем, случайно. Даже, может быть, что 3-0 не выиграет. Ну, с большим запасом можно было, что там, 4-0, например. Ну, для этого должен был быть большой капитал, у меня его не было. Поэтому я сейчас ставлю либо на голы, либо на маленькие коэффициенты. Но когда вот существует риск потери 4 долларов, а это минимальная ставка, меньше можно ставить только против чего-либо, то я уже достаточно болезненно к этому отношусь. Это все еще пока весомая часть баланса. Поэтому что я теперь сделаю? Теперь я еще неделю снова похожу на работу, откуда я пока предусмотрительно не увольнялся. Но теперь я там поработаю 5 дней, я надеюсь, если там будет работать достаточно. Соответственно, это будет чуть больше 4 тысяч. Залили их все уже, видимо, уже не в Betfire, а даже в Bet365. Почему? Потому что там размер минимальной ставки даже не 4 доллара, а 20 центов даже. Вот с потерей таких сумм, в пределах 1 доллара, 1,5 долларов, я думаю, я смогу смиряться совершенно легко и спокойно. И буду ждать до конца. Скорее всего, я буду ставить на голы, в первую очередь, за нормальные коэффициенты. По такой тактике, что я буду выбирать достаточно активный матч, где существует отрыв в 1 гол, где-то 60 минуты, полчаса до конца матча, ну и коэффициент хотя бы там 1,6 на гол. Очень часто бывает, что либо фаворит дожимает, либо даже команда, которая проигрывает, дожимает, либо пропускает в контратаке. Очень часто это происходит в концовке, поэтому, конечно, нужно ждать до конца. Но, естественно, матч должен быть активный, очень с большим количеством ударов, атак, угловых карточек, все это вместе сопоставляется, если еще личка при этом у команды забивная, как у Зеницы Спартаков, например, то тем более. Ну и плюс, в Б365 просто чуть больше матча, чем в Бэтфайре бывает, поэтому вот именно такую тактику я изберу теперь уже в следующие выходные. Начну я там, соответственно, где-то 64 долларов, по моим расчетам, может быть, чуть больше. Ну, ничего страшного, я давно не ставил в Бэтфайре. Немножко отвык уже от него, хотя то, что я делаю примерно все то же самое, что и в марафоне, это, конечно, немного расстраивает. Ну, не немного, даже сильно, я понимаю, то, что я неделю отходил зря на работу, в принципе, тоже это, конечно, не слишком позитивно. Ну, меня ждет игра и на более высокие суммы, пока пусть я солью хотя бы маленькую. Я должен сейчас добиться такого состояния, что когда будет большая сумма, я буду уверен, что она у меня останется. Я думаю, что я немножко подкоплю на Бэт-365 и перезалью часть Бэтфайр, там уже установлю лимит. Часть оставлю в Бэт-365. Ну, там, в частности, удобнее и на угловые, например, ставить, когда ты не уверен в голе. Можно поставить, что и не гогу, и там, например, тотал больше угловых, когда очень средний штурм. Вывод средств там тоже есть, но там нельзя делать ставки против. Ну, они мне, пожалуй, сейчас пока и не нужны слишком маленькой суммы на счету. А теперь я хотел бы ответить, прокомментировать один ролик. Господин Юлиус сделал обзор на мой видеоканал. Ну, вот ссылка на него, вы можете кликнуть и перейти на него. Я написал на бумажке основные фразы, на которые я хотел бы ответить. И сейчас я это сделаю. В частности, почему я все еще жив? Ответ на такой вот вопрос я сейчас сделаю. Вовсе не потому, что клиенты там ждут денег или на что-то надеются. Может быть и нет. Ну, просто в основном клиенты это мои друзья, друзья, друзей, знакомые. Некоторые из них даже говорят, ой, ладно, пофиг, Серега, забудь. Что было, то было, мы как-нибудь проживем, давай там как-нибудь справляйся, удачи тебе. Есть такие люди, есть люди, которые мне сказали, ладно, я тебе даже миллион прощаю, одна девушка мне так сказала. Странно, но так и есть. Есть люди, которых это заставило, смотивировало открыть даже свое дело и уже гораздо больше заработать, чем они потеряли у меня. Как минимум двух таких людей я знаю. Поэтому и мои деньги теперь, в общем, как копейки. Большинство моих клиентов знает мой адрес. Он у них прописан в договоре. Давно могли приехать и поговорить со мной. Но никто это практически не делал. Одна подавала на меня в суд, даже вроде как что-то выиграла, меня там три раза вызывали, я ни разу не пришел. Пара человек мне по почте писала. Ну, в общем, это все. Никто меня убить не угрожал, поэтому, когда это уже ответ на вторую фразу, вы мне говорите, чего ты не убежишь на другой континент, другую страну и так далее, я на это отвечаю. А для чего мне убегать? Людям нужен не я, а нужны мои деньги. То, что я буду где-то в другом месте жить, это ничего все равно не изменит. Мне бояться-то в плане физическом нечего. Где я буду делать деньги, это все равно. С другой стороны, кто меня вообще ждет еще где-то? Где я там буду жить? Чем питаться? Где брать вообще деньги? Кто меня там вообще ждет? Вы знаете, что я не выездной уже давно, мне закрыт выезд за границу. Вы, конечно, прекрасно это все советуете, но вот учитывайте все, что я вам сейчас говорю. Теперь о том, что насчет отдельных кошельков, то, что я молодец, там здравомыслию говорю, тут я хотел прокомментировать это. Сам смысл не в том, что какие-то там кошельки отдельные, а в том, что они должны быть недоступны для тебя самого. Это должны быть кошельки людей, которым ты доверяешь. И с ними нужно договориться, что в случае каких-то твоих волнений, в случае сливов, когда ты хочешь отыграться, они ни в коем случае тебе не должны переводить эти деньги. Так до поры до времени было, но потом, в последний момент, когда я уговорил и Леху, и Вадика, они, к сожалению, все-таки мне эти деньги все отдали. Я за день, как вы, наверное, видели из одного из последних роликов, слил все свои накопления, которые там были, порядка 6-7 тысяч. То есть, люди должны быть твердые, уверенные в себе, которые ни за что не пойдут на компромиссы. К сожалению, Леху с Вадиком мне удалось тогда уломать. Я с ними еще проведу воспитательную беседу, так сказать. Но пока я работаю без накопительных счетов снова, пока это еще не актуально. Что касается велосипеда, что вот Юлиус удивился, что бывают велосипеды за 5 тысяч. Я не знаю, что в этом странно, на самом деле. Бывают велосипеды за 3 тысячи, правда детские. Из всех тех, которые я нашел, самых простых, складных, без скоростей, а мне больше ничего и не нужно было. Вот это был самый оптимальный, тем более стелс марка мне нравится. Какой смысл покупать мне за 100 тысяч? Меня этот велосипед полностью устраивает. Я даже купил его не потому, что он дешевый, а просто это все, что мне нужно от велосипеда. Поверьте, если бы я сейчас зарабатывал миллион рублей в месяц, я бы не стал себе покупать велосипед за 100 тысяч, за 200. Это совершенно ненужные траты. Поэтому я не знаю, что вы удивляете, что бывают такие велосипеды за 5 тысяч, за 6. Зайдите в магазин, да, бывают. Ничего там странного я не вижу. То, что я там не кепапана говорил, что вот, смотрите, вы увидите, скоро я буду там миллионы зарабатывать, утру вам всем нос, но утру и нос я дословно такого не говорил. Но, тем не менее, от слов вы увидите, у меня все получится и так далее, я, в принципе, не отказываюсь. Даже несмотря на очередной свой слив, я продолжаю то же самое сейчас говорить. Мне, в принципе, все равно, кто там что будет думать, докажу я всем что-то или нет. Цель моя вообще не в этом. Ну, вы просто смотрите, что происходит, что будет происходить. Время покажет, как говорится. Мне тут один человек недавно написал, с которым общались года два назад. Который тоже тогда мне типа миллион обещал дать, потом тоже так посмеялся немного, пропал. И вот он сейчас с удивлением писал, ой, надо же, увидел твой канал. Но, удивлен, что ты еще не прекратил ставить, что ты все еще и продолжаешь. Я говорю, что ты меня ожидал увидеть, что я уже там трупом в земле лежу? Нет, не дождешься. И никогда ставки не брошу. Дневник Попана, конечно, помойка, и я согласен. Но, все-таки спасибо им, что, в общем, так меня распиарили. Неважно в каком свете, но народ смотрит ролики. Десять тысяч просмотров у меня уже есть. Я сейчас подал запрос на платную рекламу, пусть это будет пока приносить совершенно копейки. Все это не сразу, но я тренируюсь, так сказать. Потом, возможно, я создам и какой-то другой канал. И этот разовью лучше. Ничего страшного. Вот Юлиус говорил, что я проиграю и все равно верю в лучшее, что это полный абсурд, что на ставках вообще нельзя зарабатывать. Я таких людей не знаю, кто на них зарабатывает. А я знаю. И не с их слов, а реально видел. У меня есть друг Саша. Я не буду пиарить его страничку по его просьбе, кидать ссылку на страничку, где у него статистика его успехов. Но он занимается ставками 13 лет. Раньше он активно, действительно, как говорит Юлиус, распространял всякие подписки. Сейчас у него очень мало клиентов, которым он рассылает подписки. В основном он ставит сам на совершенно различных сайтах. Ставит на теннис, делает это прекрасно. И живет только за счет этого, да. У него нет других источников дохода. Он нигде не работает. Занимается только этим. В доказательстве того, что так и есть, я постоянно вижу его фотографии из совершенно различных мест, где он отдыхает. Он меня периодически зовет на теннисный корт за свой счет. Для него это не проблема. Ездит на нормальной тачке. Так что вы не знаете такого человека, а я знаю. И то, что я говорю, что я буду жить за счет ставок, и это все, в общем, полная фигня. Это не фигня, это возможно. Ну, могу повторить в сотый раз, что все, чего мне не хватает, это дисциплины, выдержки. Я на работе недавно сидел, на которой я сейчас устроился временно. Там звонил телефон стационарный для непонятливых, повторю, на моем столе. Кто-то непрерывно пытался в налоговую дозвониться 20 минут подряд. У меня была прекрасная выдержка. Я сидел, не поднимал трубку, соседи тоже не поднимали, почему-то не хотели разговаривать. Я сидел, работал, меня не отвлекал телефон. У меня была просто железная выдержка. Я могу это, в принципе, делать. Вот так вот хладнокровно ко всему относиться. Но, к сожалению, в ставках этого не происходит. Поставил я 4 доллара, что-то пошло не так. Надо, блин, вернуть я 4 доллара любой ценой, чтобы они не потерялись. Ну, я понимаю, просто баланс маленький. Было бы у меня там 1000 долларов, и поставь я 4, я бы спокойно к этому отнесся. Я сейчас в этом, сейчас я в этом уже уверен. Когда у тебя всего 30-40, это уже чувствительно. Поэтому, вот, в частности, поэтому я сейчас и временно перейду на B365, где размер ставки минимальнее, меньше. Так, ну что тут еще я должен прокомментировать? Я читаю по бумажке. Количество ставок в день. То, что я тоже какие-то умные фразы говорил, нужно определенно делать. Я что-то не помню, чтобы я такого говорил, что нужно ограничивать количество ставок в день. Не говорил я такого. Можно и 15 ставок в день делать, и 20. Я делаю это в лайве, поэтому не мудрено, что их может быть много. Вовсе не одну-две. Если я буду делать одну-две, даже три-четыре, с моими долгами, это будет очень надолго. Так что я отказываюсь от того, что я эту фразу говорил. Я ее не говорил. То, что второсортные лиги не брать, какие-то там события непонятные. Вовсе нет. Брать можно их. Только за хорошие коэффициенты, даже если ты там хочешь что-то лотерейно поставить. Ну, ставь второе коэффициент 2 лотерейно, скажем. Или, например, ты видишь, что я же... У меня есть ролик про вид спорта Сепатакрау, в котором я даже не разбирался. Я позже узнал, что это тайский волейбол. Но двое раунок играли, как мне казалось, по игре. В первом сете там счет 21-19, во втором 7-6. А на одну команду давали коэффициент 7. Но я поставил там 30 рублей на нее. Она выиграла. Можно такое ставить? Можно. Но по-нормальному. Не 1000 рублей на 1,1 коэффициент, а вот так вот. 20 рублей на коэффициент 7, например. Ну, почему нет? Попробовать можно. То есть, можно брать торосортные леги и торосортные виды спорта, но правильно брать. А вот сливать на таких виды спорта дохренища за маленьких коэффициент, это, конечно, полная глупость. С этим я согласен. Вот и говорить про мою чудаковатую внешность также. Не понимаю, что в ней не так. Я сейчас могу вам показать несколько фотографий, где я выглядел совершенно иначе. Вот я в пиджаке, в галстуке стою. Вот. Тоже вполне приличный костюм. Нормальный вполне у меня внешность, обычная. То, что я снимаю ролики часто в какой-то футболке с дырочками. Ну, а что я буду тут дома, сейчас в жару, как-то одеваться? Круто. Да и не нужно мне это. Мне кажется, вам интереснее слушать то, что я говорю, а не смотреть на меня. Вы можете вообще включать наушники и в экран не смотреть. Там ничего особо обычно не мелькает. Так что не думаю, что у меня какая-то странная внешность. Я вполне обычный человек. Если вы будете тоже сейчас заливать свои ролики, думаю, что в них тоже много кто что странного найдет. Ну, я к этому отношусь нормально. Мне вообще, честно говоря, по барабану. Равно как по барабану то, что тут некоторые хейтеры начали тут меня по телефону троллить, делая заказы в интернет-магазинах, какие-то на мое имя, а мне оттуда перезванивали. Думаю, что я, наверное, тут сейчас буду психовать, нервничать, что-то оскорбительное писать, как-то выходить из себя. Мне вообще по барабану. Я спокойно беру трубку и говорю, нет, я не делал заказ, до свидания. Господи, то, что этих звонков там 5-6 дней было, пару дней. Господи, мне тоже совершенно все равно. Меня из себя очень трудно вывести. В жизни обычно. В ставках, к сожалению, можно пока еще. Вот с этим пока беда. И такой фраза, как «я буду первым человеком, который будет жить за счет ставок», я этого не говорил тоже. Есть люди, которые живут за счет ставок. Я говорил другое, что я буду первым человеком в жизни, на свете, который вылечится от игромании в одиночку. Я уже в последнее время много встречал людей, которые мне что-то обещали, как-то меня обнадеживали, потом кидали. И все больше я убеждаюсь в том, что, в общем, легче всего иметь дело совсем самому, ни на кого не надеяться. Не надеяться на что-то и финансовую помощь, психологическую, еще какую-то. Да никто мне не нужен, никто мне не поможет, только я сам себе могу помочь. Да, это непросто, но я же все-таки тоже сам человек непростой. Не такой, как все. Так что я говорил несколько другое. И еще такая была фраза «Не понимаю, почему не найти работу в Москве?» Это такой город, такая столица, здесь все есть, все элементарно и просто. У меня есть пост в моей группе на эту тему. Кстати, Юлиус, тебе отдельно хочу сказать, вот ты в группу не захотел вступать, думаю, что она про ставки. Она, на самом деле, не про ставки, она именно тоже про всю мою жизнь и про психологические моменты, про то, что я делаю в жизни каждый день, как я это все там переживаю, какие действия предпринимаю. Если думаю, что там просто описание какой-то моих ставок подробное, коэффициенты, суммы, это вовсе не так, совершенно не так. Как раз моя группа многим помогает, они это сами говорили, не продолжать ставить в виде, что происходит у меня. То есть, мотивировать ставить, она, по крайней мере, пока вряд ли кого-то способна. Итак, почему я, собственно, не хочу найти работу в Москве или не могу? Во-первых, меня очень часто проверяет служба безопасности на нормальных работах и говорит мне, извините, у вас там кредиты в банках, вы ненадежны, мы вас не можем взять. Во-вторых, очень часто я слышу, если что, перезвоним. Я трачу полдня, приезжаю на одно собеседование, на второе, в итоге слышу это, никто, естественно, не перезванивает, трачу поездки. Все безрезультатно. Если какая-то работа бывает вот такая вот, когда, может, платят каждый день, без всякого кидала, вот на такую я согласен, она бывает крайне редко. Вот сейчас такая вот подвернулась, я пока ее упускать не хочу. Это как раз то, что мне нужно, тем более график гибкий. А, плюс еще что? Плюс еще... У меня же куча кредитов в банках, у меня заблокированы две карты. Я абсолютно уверен, что если бы я чудом каким-то устроился на нормальную работу, вдруг, где все по ведомостям, где зарплата на карту, то мне бы эту карту немедленно бы тоже заблокировали, и большая часть бы от зарплаты шла бы в счет банков. Поэтому те, кто пишут, ты там спокойно бы заработал там 40-50 тысяч за месяц, отдавал долги, вы ошибаетесь. Такой суммы на руки я бы не получил. Для меня нужно, чтобы работа была и неофициальной, и при этом некий дальний, и при этом с нормальной зарплатой. Так просто не бывает. Поэтому ставки это вообще лучший для меня путь. Короче, на все комментарии я более-менее ответил. На этом пока ролик заканчиваю. Пока!